Пусть в даль уносятся года, и память наш стирает век, но будем помнить мы всегда то, как жесток был человек. Отец Александр Зуева, боец Красной Армии, находился в военном госпитале после ранения, когда его арестовали за агитацию против советской власти. Сергей Зуев погиб в ноябре 1942-го от голода в одном из лагерей Свердловской области. Мама все время с бабушкой страдали, они ничего не говорили. Когда я стал взрослым, я это понял и начал заниматься. Почему, куда делся отец? Я нашел отца. Название скульптурной композиции «Спас», установленной в парке Гагарина, Александр Сергеевич расшифровал как «Светлая память самарцам». От репрессий пострадало около 60 тысяч жителей области. Пик репрессии пришелся на 1937-1938 годы, когда по официальным данным, по политическим обвинениям было арестовано более полутора миллионов человек, 700 тысяч из которых было расстреляно. В выход советских граждан вошло страшное слово «враг народа». Во дворе храма в честь собора самарских святых прошла акция «Молитва памяти», где были зачитаны имена жертв репрессии из так называемых расстрельных списков. Акимов Алексей Факевич, 63 года, русский беспартийный служащий, расстрелян 7 февраля 1938 года. В этот день, 30 октября, в нашем отечестве мы вспоминаем память репрессированных и всех погибших в смутное время, когда власти находились безбожники. И очень много людей пострадало за веру, за свое отечество. Юлия Черняева, Григорий Плешаков. События.